В июле станет известен окончательный состав команд-участниц будущего чемпионата Украины по хоккею. Именно до этого дня все желающие должны не просто заявить о своем намерении играть, а еще и подписать договор с Украинской хоккейной лигой. Такое решение было принято на заседании представителей клуба. Пока что документально задекларировали свое желание четыре команды. Донбасс, Альтаир из Дружковки, а также Кременчук и столичные Дженералс. Клубы из Донецка планируют играть в Киеве или области, пока ситуация на востоке страны не стабилизируется. Рвется в УХЛ и Харьковский Ветязь. Таким образом, первая столица Украины может быть представлена в чемпионате двумя командами – «Витязем» и «Динамо». Но лига подчеркивает, рассматривает вариант с десятью участниками, как и было оглашено ранее. Пока абсолютно неизвестны планы киевского «Сокола». Представители клуба на заседании не явились. Мы находимся на его рабочем месте, в университете физкультуры, но его не было. Я не знаю, почему. Я не знаю, как ему будут доноситься информации. Увидим на следующей неделе. Будет ли участвовать в новом сезоне действующий чемпион – «Компаньон» – так же пока не ясно. Представители клуба на заседание пришли, но гарантировать, что команда будет, пока не могут. Напомним, как чемпион страны, «Компаньон» завоевал право выступать в континентальном кубке. Нет смысла скрывать. У нас есть задолженность по прошлому году и перед дыроками, и перед тримскими персоналами. Мы должны за лед, должны за форму. То есть, скажем, мы у нас сейчас находимся на стадии ожидания долгов. Соответственно, если есть долги, никакой не идет речь у вас о будущем году, о будущем сезоне. Ну, как бы для нас это так. Скажем, мы пока не расплатимся, я думаю, не будем рассматривать вопросы участия в лиге. К сожалению, как бы у нас такая практика есть, что клубы с долгами, дальше ребятам обещают, и все дальше продолжается. Мы так не можем. Времени решить финансовые проблемы у команд остается немного. Уже 18 июля планируется презентация нового сезона. Исходя из того, что участвовать в нем будет 10 команд, Лига предлагает сыграть 6 кругов в регулярном чемпионате. Таким образом, каждый клуб проведет по 54 игры. Лимита на легионеров не будет. Единственное условие – в заявке должны быть 5 полевых и вратарь с украинским паспортом. Продолжение следует...